Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Мой канал посвящен синтезаторам и электронной музыке. Если вам такое интересно, обязательно подпишитесь. Ну а я продолжаю собирать свой еврорек кейс, свой новый еврорек кейс, очень компактный. И сегодня я вам расскажу о модуле, который я для него приобрел. Я очень хотел себе приобрести модуль терминвокса. Это мой первый модуль еврорек от компании допфер. До этого у меня ни разу не было допфера. Этот модуль имеет антенну, которая подключается к нему и с помощью рук мы можем взаимодействовать на поле вокруг этой антенны для того, чтобы управлять напряжением по CV или также раздавать триггеры. Насколько вы знаете, у меня был опыт работы с терминвоксом. И этот опыт взаимодействия с терминвоксом на меня очень сильно повлиял. Мне хотелось снова таких ощущений для того, чтобы иметь возможность управлять напряжением посредством своего тела. Я считаю, что это очень интересный способ контроля напряжением. Но терминвокс в себя включает всего лишь осциллятор и какую-то возможность этого осциллятора фильтровать, да, тембр менять, то этот модуль позволит влиять на любой параметр CV, который только можно забрать из системы. Точнее его напряжение можно подать на любой CV в вашей системе. Этот модуль сделан очень качественно. Видно, что абсолютно аналоговые компоненты в нем присутствуют. Ручки очень тугие. Настоящий винтаж на самом деле. Выглядит очень винтажно, особенно в черном цвете. Не стоит недооценивать модули допфер, потому что они на самом деле очень качественные. Даже осцилляторы некоторые можно взять за основу своего синтезатора, потому что допфер всегда придерживался определенной классики по изготовлению этих модулей. И эти модули настолько классичны, что, скорее всего, вас они не подведут. Другое дело, что есть, конечно же, другие модули, более популярные и, возможно, в чем-то даже интереснее. Но, кажется, термин Vox есть только у допфер. Прежде чем приступить к разбору патча, я хочу поблагодарить своих бустеров за то, что вы поддерживаете мой канал. Благодаря вам видео мои будут выходить гораздо чаще на канале. Спасибо! Давайте я вам расскажу о патче, который я создал. Итак, основной ритм раздается с Zero Cost. Идет Клок на модуль Книт, который получает триггер и получается вот такая перкуссионная история со сменой волны. Волны меняются посредством LFO, которые также я забираю с модуля Zero Cost. Сейчас они в ревербе. Сейчас приберу. В этом режиме можно использовать много волн, которые можно скачать специально для Yamaha DX7, эти волны. Их можно также загрузить на модуль Книт и использовать. Второй модуль Книт используется в качестве пэда. И этим модулем как раз таки я управляю с помощью термин Vox. Я подал его CV на частотную модуляцию, на FM, который чуть-чуть с помощью тениатора чуть-чуть добавляет сдвиг по тональности, чтобы был эффект, похожий на пленку. Мне хотелось добиться какого-то такого кассетного пленочного эффекта. Также параллельно этот CV идет на Zero Cost. И когда я добавляю здесь этого параметра, то Zero Cost начинает играть. То есть, приближаю. Звука нет. И когда я возвращаю руку обратно, то появляется Zero Cost. Также с помощью внутреннего аттенюатора я использую вот эту рандомную волну с Zero Cost и отправляю ее в качестве триггера на Syncution, который в свою очередь тоже появляется, если сдвинуть этот показатель, например, чуть влево, потому что именно в левую, в левый выход я его подключил. Суперсел отвечает за атмосферу в этом патче, потому что все пространство создает он. Субтитры создавал DimaTorzok С появлением модуля TerminVox система стала более органичной и более живой, потому что я могу влиять на нее просто своим настроением или движением рук. Это делает эту музыку еще более персональной для меня, потому что я непосредственно влияю на нее. Теперь мой EUROREC ящик превратился в такое подобие TerminVox, или, возможно, какой-то радиус антенны, не знаю, на что это похоже. Но сейчас я испытываю очень интересное чувство, потому что с появлением этого модуля в этой системе для меня синтезатор стал более ручным и более каким-то персональным. Мне очень нравится то, что получается с этим модулем, потому что я могу влиять на любой параметр CV, который есть в этой системе посредством TerminVox, и патчи могут быть настолько разнообразными, насколько вы себе можете это позволить. Конечно же, это шире и интереснее, чем просто TerminVox. И если у вас есть аналоговый осциллятор в системе, то вы можете, в принципе, сделать и подобию TerminVox. Но для того, чтобы сделать полную копию такого патча, как TerminVox, понадобится еще одна антенна, потому что здесь всего один параметр CV и один параметр триггера, который можно забрать с этого модуля. Настройки здесь регулируются тоже, то есть можно сделать плюс или минус. Также можно установить трэш-холд, это уровень срабатывания гейта с этого модуля, то есть насколько он будет активно срабатывать или когда вы подносите свою руку к этой антенне или нет. Также вместе с этим модулем у меня пришел пакетик с такими проводами. Один из них я брал специально для того, чтобы подключить какую-нибудь систему, но я не знаю, насколько сильно хватит. Короче, чтобы с помощью пауэрбанка питать Еврорек, здесь 15 вольт и плюс в середине, в центре разъема. Я читал комментарии, что многие пытались запитать от него Zero Cost, по-моему, у кого-то не получилось. Ну вот сейчас посмотрим. Я еще, честно говоря, не пробовал, давайте откроем, посмотрим, как этот кабель выглядит и сможет ли он запитать либо систему, либо Zero Cost. Не очень понимаю, зачем здесь нужна вот эта штука. Может быть, чтобы вешать, чтобы не потерять. То, что разъем угловой, это, наверное, здорово. Давайте подключим Zero Cost, попробуем. Не, не тянет. Так, а это систему. К сожалению, систему тоже не тянет. Ну вот видите, как я обломался. Максимально написано 0,8 А. Придется мне сделать возврат, потому что это не работает с моим блоком питания. Конечно, можно попробовать, точнее, с PowerBank. Можно попробовать, конечно, другой PowerBank. Я немножко расстроился из-за того, что такое произошло. Потому что у меня такой же еще кабель приобретен для Digitact. Надеюсь, на Digitact он будет работать. Там все-таки, наверное, менее мощный надо. Там где-то 400, да, надо, миллиампер-часов. Посмотрим. В описании к этому кабелю было написано, что он подходит для Zero Cost. Вот. Zero Cost немного потребляет. Но, как вы видите, не подходит. Может быть, правда, PowerBank стоит попробовать другой взять. У меня, к сожалению, нет пока другого. Есть только этот. Опять так себе новости со стороны приобретения новых устройств. Но зато есть и хорошие новости. Ко мне, наконец-таки, пришло стекло для аналога хита. Очень долго оно ко мне пришло. Оно пришло в большой коробке, где была куча-куча бумаги. Вот. И на этом стекле присутствовала наклейка. Ну, во-первых, она была в пленке, да. А с другой стороны была наклейка, которую нужно было просто отклеить. И, соответственно, какой-то двухсторонний скотч на нем был нанесен. И я приклеил ее к своему электронному аналог хиту. Теперь он у меня полноценный. Ну, а с этим надо будет что-то делать. Отправлю обратно. Мода TerminVox мне очень понравился. Теперь я могу делать патчи интересные моему сыну. Интересно также с ним поиграть, потому что это вызывает интерес, когда ты сможешь руками там как-то влиять на звук. И если вы ищете какие-то необычные контроллеры, и вам также интересна работа с такими устройствами, посмотрите на этот модуль. Он, в принципе, не очень дорогой, но привнесет интерес к вашей системе. Может быть, даже к старой системе он снова породит интерес, потому что вы можете играть не привычным способом, там, не клавиатурой, да, или не крутя ручками, а с помощью взаимодействия с антенной. Также я уже предвкушаю подключить это все к свету, чтобы управлять с помощью руки, управлять как раз-таки тоже этим светом, то есть он насквозь будет проходить, точнее параллельно будет CV-сигнал идти на свет. В комментариях спрашивали рассказать побольше про световое оборудование. Я использую иллюминатор от компании SOMO. Это такое устройство, которое преобразует CV-сигнал в сигнал, который может управлять светодиодными лентами, но или не только светодиодными лентами, а любыми устройствами, которые поддерживают такую же силу тока и напряжения. По сути, это такой конвертер сигнала из модуляра или там из синтезаторов компании SOMO тоже, они поддерживают, потому что есть свои там не только джеки, там есть еще свои вот эти разъемы на крокодилах, которые они используют. Ну а куда вы будете подавать это напряжение, тоже вам решать. Я же сделал лампочки сам, да, я сделал их из фанеры, покрасил там, в общем-то, использовал свой скилл, который у меня есть. Вы можете сделать даже там какие-то можно такие типа моторчики подключить и, например, с помощью этих моторчиков управлять барабанами, например, можно играть. В одном из видео компании Electron, где они тестировали MIDI на DigiTax, они как раз-таки посылали сигнал. Ну там посредством MIDI было, но тем не менее они управляли физическими устройствами посредством MIDI, и это тоже интересно. Так что кому это тоже интересно, посмотрите на канале Electron это видео. Также в эту систему я добавлю еще один модуль. В ближайшее время он ко мне должен прийти, и я вам расскажу, что это за модуль. Это тоже контроллер, который позволит мне контролировать эту систему посредством другого оборудования. Наверное, вы уже догадались, да, что это за контроллер, какого плана, точнее, это будет контроллер. Но дождемся следующего видео, и я вам расскажу о нем. Ну и на сегодня все. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok